Друзья, всем привет! С вами Snowice. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. Герой сегодняшнего полноценного и честного обзора это среднебюджетная новинка от компании Realme, Realme 10. Телефончик появился осенью 2022 года и в принципе призван был заменить довольно популярную модель Realme 9. Телефончик получил очень классный стильный дизайн, но в духе 2022 года, большие кругляши модуля камеры, такой плоский дизайн, плоские грани, плоские рамки, смотрится он действительно потрясающе, особенно в этом цвете, который выглядит как будто такой вот блестящий снег в морозное утро. Действительно очень классный и стильно смотрится телефончик. Телефон продается примерно за 14-15 тысяч рублей, в более богатой, скажем так, версии дорогой 8256 уже порядка 20 тысяч рублей. У меня вариант средний 8128, ну и как мне кажется, это будет оптимальная версия конкретно для этого телефончика. В общем, давайте обсудим, насколько удалось компании Realme сделать преемника девятки, насколько хорошо получился телефон и стоит ли он вашего внимания. Ну а прежде чем мы начнем, хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину Play.ru за предоставление этого смартфона на обзор. Именно в интернет-магазине Play.ru по самым низким ценам вы можете приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, а также бытовую технику. В общем, проходите по ссылочке в описании, ну а мы будем начинать. Попользовавшись телефончиком, могу сказать, что мне в нем нравится практически все. Здесь шикарный AMOLED-экран. Несмотря на то, что я, ну, не фанат AMOLED-экранов, у меня зрение не очень хорошее и, скажем так, глаза очень восприимчивы к плохим AMOLED-экранам. Так вот, здесь, несмотря на бюджетность, экран неплохой, на нем не сэкономили. AMOLED 6,4 дюйма, Full HD+, 90 Гц. Но, что действительно приятно, это то, что наличествует у нас DC-димминг. Вы можете найти его в лаборатории Realme. И, соответственно, проблемы с шимом здесь у нас практически отсутствуют. Действительно, я пользовался телефончиком как основным довольно продолжительное время. Глаза у меня абсолютно не уставали, даже если я долго пользовался телефоном. В общем, неплохой экран, мне действительно понравилось. Плавность, да, неплохая, 90 Гц. Конечно, хотелось бы 120. Я уже, так как тестирую очень много телефонов, вижу разницу между 90 или 120. Но, если вы переходите с обычного телефона, где 60 Гц, вам, конечно, действительно понравится. Это классная такая четкость и плавность. Что действительно нравится, так это оболочка Realme UI. Здесь конкретно еще трешка. Насколько знаю, телефон должен получить Realme UI 4 на базе 13-го Android. Ждем, как говорится. Но даже то, что есть, работает шикарно, очень классно оптимизировано. И мне эта оболочка нравится гораздо больше, чем, допустим, MIUI. Здесь шикарные возможности по кастомизации персонализации. Можно поменять значки и форму значков, и цвет значков, и так далее. Быстрые настройки тоже поменять, причем тоже и форму значков здесь выбрать. Здесь можно кастомизировать цвета и даже настроить Always-On Display под себя. Что будет видно, как будет видно, и будет ли всегда работать дисплей, либо же, когда вы будете брать телефон в руки. Да, здесь у нас, естественно, AMOLED-экран. Always-On Display имеется, и это очень удобная штука. Сканер здесь у нас встроен в кнопку, а не в экран, как это бывает с телефонами с AMOLED-дисплеями. Но, на мой вкус, это даже лучше. Особенно те сканеры, которые у Realme, работают они очень быстро, я бы даже сказал, молниеносно. Что касается производительности. G99 под капотом, в моей версии 8 гигов оперативки и 128 гигов внутреннего хранилища. Аккумулятор 5000 мА с зарядкой 33 Вт, и, вы знаете, держит телефончик неплохо. G99 вообще получился очень удачным процессором. Очень холодный, достаточно производительный и при этом довольно-таки экономичный. Мне хватало примерно на 2 дня работы, и заряжается телефончик от и до примерно за 1 час 25 минут. Это неплохо. В общем, да, вы можете рассчитывать на 1,5-2 дня работы, но при условии, что вы не геймер. Я в игрушки не играю, и нужно понимать, что 2 дня телефон будет жить именно без игр. Это социальные сети, это интернет, это YouTube, это, допустим, Chrome интернет, немножко фото, немножко видео, где-то, может быть, Яндекс.Карты. В общем, традиционное использование. Но, как только начинаешь телефон нагружать игрушками, то заряжать ты будешь его очень и очень часто. Тот же PUBG, допустим, за час работы убивает порядка 16% заряда аккумулятора. Геншин, который здесь запускается и идет без проблем, порядка 20-22%. Так что каждые 5-6 часов, будь добр, поставь телефон на зарядку, если любишь поиграть. Ну и давайте посмотрим на циферки производительности. Здесь все неплохо. G99, повторюсь, получился довольно удачным и набирает почти 400 тысяч баллов. Вообще, по, скажем так, мощности, по производительности он плюс-минус равен Snapdragon 695, ну, разве что без поддержки сетей 5G. Так что поиграть вы сможете абсолютно во все игрушки, какие-то даже на высоких настройках, ну, допустим, тот же Геншин, на средних, средне-низких будет идти отлично. Geekbench показывает 568 баллов на одно ядро и почти 1800 на все 8. В общем, неплохой процессор, достаточно мощный, скажем так, для своего класса и уровня. При этом он остается довольно холодным, абсолютно зеленый график, да, проскакивают такие волны небольшие, но нужно учитывать, что телефончик у нас тонкий, изящный, и в этом корпусе, естественно, ну, нужно было ухитриться, чтобы обеспечить хорошее охлаждение. Телефон даже в таких вот серьезных забегах, если и становится теплым, то едва-едва вот здесь вот в верхней части, но в остальном же, ну, практически не греется. Так что с производительностью здесь полный порядок. Внутренний накопитель здесь UFS 2, 128 гиг, 500 мегов мы получаем на запись и 1000 на чтение. Действительно, неплохой результат. Модуль Wi-Fi двухдиапазонный, 300 мегабит выдает мне провайдер, и 300 мегабит я на загрузку получил, а вот на скачку почему-то только 200, причем я несколько раз перезапускал тест, не знаю, с чем это было связано, но, в общем-то, каких-то неудобств я не испытывал. 200, 300, по большому счету, это не важно. Но я должен вам показать то, что телефончик вот немножко скорость порезал. Ну и что касается звука. К сожалению, динамик один, моно. Очень странно, почему здесь у нас не завезли стерео, но, тем не менее, громкий. Очень громкий. Звонок вы точно не пропустите, и, допустим, в помещении на полную слушать его не очень хочется. Ну, не потому что он дребезжит, а потому что реально громко. Так что в киношке посмотреть, в игрушки поиграть, да и при желании музыку послушать можно. Но, конечно, я предпочту слушать музыку в наушнике. Благо, что 3,5 миллиметра здесь есть. И это действительно благо. Не так часто это сейчас увидишь в новых моделях телефонах. Почему-то от этого удобного разъема многие стали отказываться. Что касается связи, здесь тоже никаких нареканий нет. Телефончик использовал как основной. Здесь стояла симка мегафонно. Покатался по Подмосковью, покатался в местах, где был не очень уверенный прием. Но каких-то нареканий нет. Услышимость отличная, микрофон отличный. Но вообще к телефонам Realme у меня никогда претензий не было с точки зрения связи. Вот и здесь тоже придраться, как говорится, не к чему. С точки зрения вообще коммуникации, здесь полный порядок, двухдиапазонный модуль Wi-Fi, Bluetooth версии 5.3. Ну и, конечно же, модуль NFC здесь тоже есть. Так что полный джентльменский набор здесь присутствует. Ну и камеры, о которых я рассказываю в последнюю очередь, в самом конце, здесь, собственно говоря, ну, скажем так, двоякие впечатления. С одной стороны, с точки зрения фото, вполне себе неплохо, но не более того. Ну а вот видео меня совершенно не порадовало. Фото. Здесь у нас стандартный модуль для подобных устройств, 50 мегапикселей. Это Samsung ISSL JN1. И этот модуль ставится, мне кажется, сейчас абсолютно во все телефоны, начиная там с 8-9 тысяч рублей и до 20 тысяч рублей. При должной настройке и оптимизации он показывает неплохое качество снимков на улице в хорошую погоду. В помещении уже немножко хуже, но вот видео, к сожалению, да, не конек. Здесь у нас есть возможность, причем, снимать 60 кадров в секунду, правда, всего лишь Full HD. Естественно, 4К недоступно. Но вот само качество видео не очень меня порадовало. Давайте посмотрим, как говорится, на весь экран примеры фото и видео, и вы все сами для себя решите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Видеосъемка ведется в формате 1080p, 30-60 кадров. К сожалению, стабилизации нету, и, естественно, картиночка будет очень шаткой, если вы будете идти. Сейчас такой глубокий снег, буераки, и все вокруг трясется. Но если снимать статично, вот так вот плавно, аккуратно, то, в принципе, можно добиться довольно неплохой детализированной картинки. Но, если честно, конечно, видео не конек этого смартфона, хотя фото получаются, в принципе, неплохие. Ну и на фронтальную камеру мы снимаем в формате 1080p, 30 кадров в секунду, опять же, без стабилизации. Картинка тряская, но нельзя сказать, что прям-таки очень стыдно. Вполне себе неплохо получается проработан задний план. Я на переднем плане тоже довольно детализирован. В общем, поснимать, как говорится, можно, но не более того. Для каких-то коротких зарисовок, короткого влога, вполне себе, как мне кажется, можно, особенно если будете снимать статично. Realme 10, на мой взгляд, получился удачным смартфоном, удачным обновлением. Очень стильный, очень классно смотрится, отличные материалы, отличное качество изготовления. Экран мне действительно очень нравится и производительность неплохая. С точки зрения фотографических возможностей, здесь, ну, скажем так, на 4-4 с плюсом. Я думаю, что те, кто фотографирует, не будут очень расстроены. Но вот те, кто любит еще и видосики поснимать, я думаю, что стоит им посмотреть в сторону каких-то более дорогих телефончиков. Но в остальном же Realme 10 действительно удался. И, как мне кажется, это один из таких серьезных кандидатов, если вы выбираете телефон до 15 тысяч рублей. На 7 я буду завершать. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк. Ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну, а я буду прощаться. С вами Блайз. Всем пока.